Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите канал Экстейт. Сегодня мы рассмотрим с вами 200 безумных и интересных фактов, которые вас удивят. Я желаю вам приятного просмотра. Возьмите себе что-то вкусное и поехали. Легендарный меч в камне, который часто связывают с легендой о короле Артуре, находится в Италии, в часовне Монтесепи в Тоскане. Кошки различают людей по голосам, но предпочитают игнорировать даже голос хозяина. Владельцы кошек знали об этом на протяжении всей долгой истории о домашнивании кошек, но экспериментально этот факт подтвердили только в 2013 году. Тот, кто делает домашнюю работу, учится лучше. Повторение материала и отработка навыков, полученных на занятиях в свободное время, помогают усвоить новые знания. Воздух в метро примерно на 15% состоит из человеческой кожи. Системы вентиляции просто не справляются с тем количеством примесей в воздухе, которые должны быть удалены. Поэтому частички человеческой кожи вместе такого большого скопления людей – это нормальное явление. Необычный грузовик в форме кофейника использовался для продвижения кофе Гевали в Швейце в 1950-х годах. Кровь человека отличается богатым составом. В ней есть железо, марганец, хром, свинец, медь и цинк. Также в крови содержится около 0,2 мг натурального золота. Любовь свиней к лужам – чистым и грязным. Общеизвестный факт, но его причины изучены мало. Ясно, что мокрая грязь помогает свиням охлаждать тело. В 2011 году один голландский заулок опубликовал исследование, в котором описывал поведение ближайших родственников свиней – гиппопотамов и лосей. Наблюдая за животными, ученый пришел к выводу о том, что свиньи любят грязь и лужи не потому, что у них нет потовых желез. Все наоборот. У них не развились потовые железы из-за любви свиней и жидкой грязи, которая заменила им обычные для других млекопитающих способы охлаждения. После поседения волосы могут естественным образом самостоятельно восстанавливать свой первоначальный цвет. У игуана три глаза. Третий глаз располагается чуть выше лба животного, почти на макушке. Он представляет собой маленькую затемненную точку. С помощью третьего глаза игуана может реагировать на светодвижение, замечая проходящие или даже пролетающие над ней объекты. Сухое вино называют так, потому что в нем сбродил весь сахар. Потрясающая история произошла на Олимпиаде 1912 года в Стокгольме. У спортсмена из США Джима Торпа пропали туфли перед началом соревнований за 10 минут до старта. Кто-то из соперников, понимая, что Торпа не победить, украл его спортивную обувь. Недолго думая, Торп бросился искать первую попавшуюся обувь, и это были выброшенные в мусорный бак спортивные туфли. Причем разного размера. Левая была больше правой. Торп надел дополнительный носок на левую ногу и вышел на старт. И завоевал две золотые олимпийские медали в пятиборье и десятиборье. Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Это произошло после победы над Тейсоном Фьюри, раздельным решением судей. Данное достижение делает его первым боксером в 21 веке, которому удалось собрать все чемпионские пояса. За свою карьеру Усик провел 22 боя, во всех одержав победу. Зевс Металл Молнии с помощью технического устройства для концентрации энергии. Описание встречается во всех мифах и легендах на планете. Конструкторы Стоунер и Калашников в 1990 году вместе сфотографировались с оружием друг друга. Как и Михаил Калашников, конструктор AR-15 и M-16 Юджин Стоунер был самоучкой. Скалик и Калашников впервые встретился в мае 1919 года. За несколько дней они вместе посетили Смитсоновский институт, Национальный музей огнестрельного оружия, стрельбящий корпус морской пехоты на базе в Куантико. И даже вместе поохотились. Культовый фильм «Мумия» вышел ровно 25 лет назад. Нельзя издавать гул с закрытым носом. Когда вы издаете гул, воздух выдувается из носа. Том Кросс вместе с тогдашней супругой Мими Роджерс прилетал в Советский Союз в мае 1988 года. Чтобы встретиться с создателями и актерами Great Russian Blackbuster «Москва слезам не верит». Позже Меньшов признался. Мне звонят и говорят, что приехал американский миллионер и артист. Нужно его развлечь. Можно мы приведем его к вам в гости? Как к оскароносному режиссеру. А я согласился. Тогда ко мне домой человек 15 пришло. Но кто такой Том Кросс, я понял намного позже. Кросс просил показать ему не только советскую столицу, но и обычных людей, как на даче в фильме. Для чего он съездил в Подмосковье и даже заезжал в местные деревни. Первая зажигалка в современном понимании, когда воспламеняется газ или горячая жидкость, была изобретена Иоганном Вольфкуном Деберейнером в 1823 году. В ней применялся газ-водород, который воспламенялся на платине. Спички в современном понимании были изобретены Чарльзом Сори в 1830 году. Вместо обыкновенной серы на головку палочки он стал наносить смесь из вертолетовой соли и белого фосфора. Дирижабль Годиир классифицируют как птицу. Родендо Бич, прибрежный город, расположенный недалеко от аэропорта, базирование Годиир Блимп в Гарсоне, в Калифорнии, в 1983 году приняли резолюцию, делающую дирижабль своей официальной птицей. В апреле 2024 года в США мигрант из Лаоса, больной последней стадии рака, выиграл в лотерею 1,3 миллиарда долларов. Белки часто делают запасы еды, включая орехи, но потом забывают о местонахождении своих тайников, так как они иногда закапывают пищу в землю до лучших времен, орехи потом иногда прорастают. Таким образом, белки по всему миру ежегодно высаживают десятки тысяч деревьев. Строительство Миланского собора заняло почти шесть столетий. Серийный номер евро состоит из буквы и одиннадцати цифр. Роберт Дауни-младший был приговорен к трем годам лишения свободы захоронения в 1999 году. Да, даже железный человек совершал ошибки. Главное вовремя взяться за голову. У пингвинов самая высокая плотность оперения среди всех птиц, и такая шуба позволяет поддерживать постоянную температуру тела в 38 градусов Цельсия даже в ледяной воде. Голубка Шерамме спасла от гибели целый батальон солдат. Она смогла доставить донесения после того, как была ранена, потеряла лапку и глаз. За этот подвиг она получила боевые награды, а ее тело теперь вечно хранится в музее. Плод авокадо – это климактерическая односеменная ягода из-за незаметной эндокорпии, покрывающей семя, а не костянки. Стакан в Советском Союзе был непростой. На нем имеется 14 граней, что означает «14 союзных республик». А в верхней части – ободок 15-й, обозначающий Россию, которая объединяет эти республики. Создатель всего символа – скульптор Мухина, автор композиции – рабочий и колхозница на ВДНХ. Предвыборный плакат Александра Лукашенко в 1994 году имел следующую надпись. Эра 70-х правителей завершается. Беларусь нуждается в новых людях и в новой политике. В Южной Корее ежегодно проходят соревнования по ничего не деланию. Единорог – национальный символ Шотландии. Еще в 15 веке он появился на гербах многих шотландских родов. Есть изображение единорога и на некоторых монетах. Два единорога изображены на гербе Шотландии. Моррис Ральф Хиллерман из 14 вакцин, включенных в ВОЗ, в рекомендованный график в вакцинации, создал 8 из них. На Марсе закат имеет голубоватый цвет. Это связано с тем, что плотность атмосферы планеты составляет 1,8 от земной. Поэтому в ней преобладают частицы пыли, которые и обуславливают рассеяние света. Их размер – ключевой фактор того, как рассеивается свет в атмосфере. Научно доказано, что у кошек бывает аллергия на хозяев. Американский актер Сильвестер Сталлоне рассказал, что во время съемок фильма «Рокки 4» он получил серьезную травму. Артист признался, что его коллега по съемочной площадке Дольф Лундгрен, который исполнил в фильме роль Ивана Драга, нанес ему серьезный удар. Белые медведи во время охоты закрывают свой черный нос лапой, чтобы не выделяться на снегу. Супруги из США попали в книгу рекордов Гиннесса как пара с самой большой разницей в росте. Рост 40-летней Джессики Макдоналл составляет 177,8 сантиметра, а рост ее 42-летнего мужа Ларри – 91,44 сантиметра. Супруги воспитывают четырех детей. За сценарий Афони Георгий Данелия получил полторы тысячи рублей – серьезные деньги по советским временам. Сложил в дипломат, взял такси и забыл кейс в машине. Позже тот самый таксист вернул дипломат и отказался от вознаграждения. Дворец Палаца Форнези в Риме был построен примерно в 1530-х годах. Одним из украшений в расписных залах, кроме великолепных фресок, стала подробная карта мира. Карта выполнена, невероятно подробно, с руслами рек, городами, портами и достопримечательностями. От привычной нам она отличается зеленой Антарктидой. Немного непривычно, потому что огромный материк состоит из двух Америк, где Южная Америка соединена с цветущими землями Антарктиды. И еще нет пролива Дрейка. А если вы хотели бы узнать много-много о достопримечательностях разных стран и городов, то тогда посмотрите видео, которое я делал ранее. Всем известное слово «рояль» впервые прозвучало в 1777 году. Проанализировав дневники сотрудников крупных компаний, ученые пришли к выводу о том, что совещание отстой. Даже самых мотивированных сотрудников они превращают в недовольных врачунов. Пользы эти мероприятия не приносят никому, зато у всех отнимают время, которое можно было бы потратить, хотя бы на работу. Деревья растут всю свою жизнь, а живут они по-разному. Возраста патриарха 500 лет достигают только дуб и ель. Сосна растет примерно 350 лет, а льха и ясень 300 лет. Для роли дяди Мити в картине «Любовь и голуби» Сергея Юрского приходилось гримировать по два часа. 49-летнему актеру нужно было играть старика. Перевоплощение получилось настолько успешным, что Сергея Юрхевича не пустили в местное кафе. Пришлось мешаться Владимиру Меньшову и разъяснить ситуацию. Блоха может разгоняться быстрее, чем космический шаттл. Прыжки блок достигают умопомрачительных высот – 8 см в миллисекунду. Каждый прыжок придает блохе ускорение, в 50 раз превышающее ускорение космического корабля. Самая большая из всех медоносных пчел – гималайская медоносная пчела. Производит она галлюциногенный мед. В мире существуют лишь две страны, где официально запрещена продажа Кока-Колы – это Северная Корея и Куба. В Древнем Риме портнихами в качестве обращиков моделей одежды использовались раскрашенные фигуры из обожженной глины. Они назывались фигуринами. Тогда манекенами начали пользоваться повсеместно, но после заката древней цивилизации это великолепное изобретение было забыто и возродилось лишь в средние века, спустя тысячелетия. Вновь манекен был изобретен в 1573 году монахом-художником по имени Бачио, расписывающим стены монастыря Сан-Марка. Жестикуляция. Врожденное качество. Согласно исследованиям, даже те, кто никогда не видел жестов и слеподрождение при разговоре, тем не менее, жестикулируют руками так же регулярно и так же, как и зрящие люди. Даже при разговоре с другим слепым человеком они будут жестикулировать. У дельфинов слабое обоняние, но отличное зрение и абсолютно уникальный слух. Издавая мощные звуковые импульсы, они способны к эхолокации, что позволяет прекрасно ориентироваться в воде, находить друг друга и добывать пропитание. Дельфины могут плавать со скоростью до 25 миль в час в течение длительного времени. Это примерно в три раза быстрее, чем самые быстрые спортсмены-пловцы в мире. Кофе притупляет чувство жажды и обладает мочегонным эффектом, поэтому после чашки кофе вы можете еще долго не хотеть пить, при том, что вашему организму, скорее всего, влага будет просто необходима. Рекомендуется выпивать 1-2 стакана воды после каждой чашки кофе. Согласно исследованию, начало занятий в старших классах на час позже обычного позволяло ученикам спать, по крайней мере, на полчаса дольше и было связано с уменьшением сонливости и улучшением успеваемости. Без летучих мышей естественная жизнь экосистем ухудшилась бы вплоть до полного коллапса, ведь не стало бы растений, служащих источником пищи и укрытием для диких животных, которые в свою очередь составляют основы пищевой цепочки. В Соединенных Штатах, например, летучие мыши питаются совкой хлопковой, опасным вредителем, который буквально уничтожает растения, фрукты и овощи. Большая часть продаваемой во Франции туалетной бумаги для дома розового цвета. Согласно исследованию, большинство американских владельцев собак готовы расстаться со своим партнером, если их собака его не любит. Согласно исследованию, проведенному в Стэнфоре, ненормативная лексика и честность имеют положительную корреляцию. Было обнаружено, что отдельные лица и группы, которые часто ругаются, заслуживают большего доверия. 1 июля 1200 года, согласно летописям, в Китае были изобретены и впервые применены солнечные очки. Эта ныне повседневная вещь тогда потребовала судьям для защиты глаз во время долгих судебных заседаний, чтобы скрывать свое отношение к приговору во время его оглашения при дворе. 75-летнее исследование Гарвардского гранта. Самое продолжительное исследование людей, когда-либо проводившееся, показало, что выполнение домашних обязанностей в раннем детстве является ключевым фактором успеха в дальнейшей карьере. Найм одного высокопродуктивного, токсичного работника негативно влияет на прибыль компаний больше, чем найм группы менее продуктивных, но готовых к сотрудничеству сотрудников. Младенцам снятся сны. Первому и второму пилоту во время перелетов подают разные блюда. Большинству авиакомпаний ввели это в правило для того, чтобы минимизировать риск пищевого отравления у сразу обоих капитанов. Если одному станет плохо, второй всегда сможет взять управление в свои руки. В 2015 году исследователи использовали духи Victoria's Secret для оценки эффективности средств от комаров, поскольку считали, что цветочный аромат привлечет их. Они были удивлены, обнаружив, что он работает лучше, чем различные репелленты от комаров, отпугивая этих насекомых. Первой одноцентовой монетой, официально отчеканенной властями США, после провозглашения независимости стал так называемый Fugio Cent is Media. На монете изображено солнце, освещающее солнечные часы с подписью Fugio, от латинского «Я бегу, убегаю». Дизайн монеты разработал Бенджамин Франклин. Исследования показали, что среди интернет-троллей часто встречаются садисты, нарциссы или психопаты. Согласно одному из исследований, существует высокая корреляция между садизмом и онлайн-домогательствами до такой степени, что тролли можно считать типичными повседневными садистами. Большинство случаев отключения электроэнергии в США происходят из-за белок. В университете Канзесса выяснили, что требуется около 50 часов социального взаимодействия, чтобы завязать случайную дрожьбу. Еще 40 часов, чтобы стать настоящими друзьями. И в общей сложности 200 часов, чтобы построить близкие отношения. Ученые из Калифорнийского университета в Беркли в 2011 году обнаружили, что водители Мерседес и БМВ примерно в 5 раз чаще подрезают других водителей, чем водители других автомобилей. Как вы думаете, с чем это связано? Леговский проспект получил название от Леговского канала, ранее там протекавшего. Чрезмерная строгость родителей может привести к тому, что их дети со временем станут искусными лжецами. Поскольку дети, которые боятся говорить правду и последствия, которые это может повлечь за собой, более склонны к лжи, чтобы избежать неприятностей. Исследователи из Гарварда и Колумбийского университета пришли к выводу, что сарказм стимулирует творческое мышление, потому что заставляет и того, кто его демонстрирует, и того, кому это адресовано. Преодолевать несоответствие между буквальным и подразумеваемым значениями саркастических замечаний. Ходьба увеличивает количество творческих идей. В исследовании сравнивались уровни изобретательности участников при ходьбе и сидении. Независимо от того, как они ходили, творческая продуктивность людей при передвижении возрастала в среднем на 60%. Исследования показали, что случайные игроки в монополии, получившие в два раза больше денег, чем их оппоненты, начали плохо обращаться с другими игроками и утверждали, что они использовали навыки и стратегию для победы. Из-за сложности голосовой вибрации, вызванной их длинными шеями, жирафы часто считались полностью немыми. Но после 8 лет и около 1000 часов аудиозаписи в трех зоопарках ученые узнали, что жирафы издают странный глубокий гудящий звук, похожий на тантрическое пение. Левшей редко используют для исследований. Мозг их настолько сильно отличается от мозга правшей, что их часто не учитывают в многочисленных психологических исследованиях. Поединок трех человек называется троэль. Исследователи задались вопросом, могут ли овцы узнавать лица своих собратьев овец. Они обнаружили, что овцы могут узнавать лица других овец в 80% случаев. Кроме того, они все еще могли узнавать овечьи морды два года спустя. Древние люди поедали мед еще в 13-м тысячелетии до нашей эры. Хотите улучшить свое здоровье? Не лгите, столкнувшись с искушением соврать, но при этом сказать все-таки правду, можно значительно укрепить как психическое, так и физическое здоровье. Исследователи обнаружили, что люди могут резко и сознательно сократить свою ежедневную ложь, что впоследствии было связано с заметным улучшением здоровья. Согласно исследованию Нью-Йоркского университета, люди с более легко произносимыми именами имеют работу с более высоким статусом. Как вы думаете, почему? В 1969 году Аэрофлот выпускал бронированную коробку с тремя сигарами, которой можно было пользоваться на порту самолета. На дне Атриотического моря произрастает более 750 видов водорослей. В водах обитает более 410 видов рыб, и примерно 60 видов из них внесены в Красную книгу. Американец употребил 34 тысячи бигмаков за 52 года. Кто напишет в комментариях, сколько он съедал в год? Исследования ледяных кернах, взятых с горы Килиманджаро в Танзании, показали, что засуха действительно произошла около 3600 лет назад, примерно в то же время, когда Библия описывает события повествования Иосифа в Египте. Существует 8 видов или типов медведей. Бурые медведи, включая медведи-гризли, североамериканские черные медведи, азиатские медведи, черные медведи, также известные как лунные, белые медведи, медведи-ленивцы, медведи в очках, также известные как андские медведи и солнце-медведи. Полип гидра обладает высокой регенерационной способностью. Если рассечь гидру на две части, то они обе регенерируют до взрослой гидры. Доказано, что гидры теоретически бессмертны. Леброн Джеймс I в истории НПА набрал 40 тысяч очков. Во время Второй мировой войны разминировать объекты сапирам активно помогали дрессированные собаки. Одна из них по кличке Джульбарс обнаружила при разминировании участков в европейских странах в последний год войны 7468 мин и более 150 снарядов. Незадолго до Парада Победы в Москве 24 июня Джульбарс получил ранение и не мог пройти в составе школы военных собак. Тогда Сталин приказал нести пса по Красной площади на своей шинели. Субботник – так называется день, когда жители российских городов добровольно подметают и убирают улицы. Эта практика началась после революции, но распространена и до сих пор. 3 марта 1861 года император Российской империи Александр II манифестом о всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей отменил в России крепостное право. Ученые выяснили, что через 2,3 миллиарда лет на планете Земля будет слишком жарко, чтобы на ней была возможна жизнь. Дело в том, что Солнце становится все ярче и нагревается все больше. По подсчетам ученых, через 2 с лишним миллиарда лет все водоемы планеты, в том числе океаны, испарятся и Земля превратится в пустыню. А пока все это не испарилось, обязательно посмотрите на моем канале видео и про моря, и про океаны, и про воду. В чайной ложке почвы количество живых организмов больше, чем все человеческое население Земли. Ученые-биологи установили, что только в одном грамме сухой почвы живет около 60 миллионов бактерий. В языке индейских племен есть слово, занесенное в книгу рекордов Гиннесса, как самое лаконичное и труднопереводимое. Оно означает «взгляд между двумя людьми», в котором выражается надежда каждого на то, что другой станет инициатором того, чего хотят оба, но ни один не хочет быть первым. В Гарварде хранятся три книги в переплете из человеческой кожи. Как бы жутко это ни звучало, в 15 веке, когда эти книги были написаны, делать переплет из кожи человека не было чем-то противоестественным. Наоборот даже, таким образом почитали умерших, и, конечно же, ради этого переплета никого никто не убивал. В медали Олимпийских игр 2024 года в Париже добавили металл Сейфелевы башню. Косатки относятся к подотряду зубатых китов и являются ближайшими родственниками дельфинов, нарвалов и белух. Это довольно крупные морские млекопитающие, чем вес может достигать 8 тонн. Дятел долбит деревья, чтобы извлекать жучков и личинок. Для этого он лазит по древесному стволу, мощными ударами клюв разбивает его и извлекает насекомых. У дятла приспособлено для этого все. Большой твердый клюв, длинные липкие с озубренными язык, от которого насекомое уже не увернется. И жесткий хвост для опоры во время работы. В день дятел съедает до 1000 жуков-караедов. За невероятное усердие в сокращении популяции древесных вредителей его называют лесной сторож или лесной доктор. Отель Астория в Санкт-Петербурге является местом, где Гитлер планировал устроить огромный торжественный банкет после захвата города. Возможно, вы тоже задумывались, какого цвета зебры. Белые в черную полоску или черные в белую полоску. Правильный ответ – черные из черной кожи, но белыми полосками там, где пигментация отсутствует. Название Красной площади никак не связано с коммунизмом. Слово «красный» означало когда-то «красивый». В среднем гора Эверест увеличивается со скоростью 1 мм в год. Это происходит, потому что индийская континентальная плита постепенно движется в сторону Азии. Побочным эффектом является образование Гималаев, которое продолжается уже 55 миллионов лет. Надгробие у Ильяма Шекспира содержит его собственное произведение, но его стихотворение является предупреждением о том, что будет беспокоить его в могиле. Если вы думаете, что на Земле много людей и нам грозит перенаселение, вы ошибаетесь. Просто 7,88 миллиарда человек, которые живут сейчас на нашей планете, очень неравномерно по ней расселены. С той плечом к плечу все население мира сможет уместиться в пределах 1050 квадратных километров. Это меньше площади Лос-Анджелеса. В Москве существует еще одна подземная транспортная система «Метро-2», связывающая между собой ряд военных бункеров. 20% кислорода образуется в тропических лесах Амазонии. Дождевые леса Амазонии занимают 5,5 миллиона квадратных километров. Амазонские джунгли вырабатывают существенную часть кислорода на Земле, абсорбируя огромное количество углекислого газа. Поэтому их часто называют «легкими планетами». Поискник Яковлев Зодчий, создавший собор Василия Блаженного, по легенде Иван Грозный после окончания работ ослепил его, чтобы он не смог построить ничего более прекрасного. Каждая улыбка особенная. Мы по-разному улыбаемся в разных ситуациях. Есть спонтанные улыбки, указывающие на искреннюю радость. А есть еще социальные улыбки, которые люди используют при общении. Сахарную вату в том виде, в котором она известна сегодня, изобрели донтист. Уильгем Моррисон и кондитер Джон Кей Ортон в 1897 году. Они разработали и запатентовали электрический аппарат для приготовления сладостей. С каждым годом Гавайи приближаются коляски на 7,5 сантиметров. Земная кора состоит из нескольких огромных частей, называемых тектоническими плитами. Они постоянно двигаются вместе с верхним слоем мантии. Гавайи расположены на средней части Тихоокеанской плиты, которая медленно дрифует по направлению к североамериканской плите, где и находится Аляска. Нобелевские медали можно спрятать в царской водке. В нацистской Германии было запрещено принятие Нобелевской премии после того, как в 1935 году премию мира вручили противнику национал-социализма Карлу фон Осетскому. Тогда два немецких физика, Макс фон Лауэ и Джеймс Франк, доверили хранение своих золотых медалей Нильсу Бору. Когда в 1940 году немцы оккупировали Копенгаген, медали были переданы химику Дахиваше, который растворил их в царской водке. Смеси концентрированной азотной и соляной кислоты, взятых в соотношении 1 к 3 по объему. После окончания войны Дахиваше экстрагировал спрятанное в царской водке золото и передал его Шведской Королевской Академии Наук. Там изготовили новые медали и повторно вручили их немецким физикам. В мире больше полных людей, чем голодающих. Некоторые металлы и соединения – галий, натрий, литий, рубидий и цезий – проявляют повышенную химическую активность, поэтому способны молниеносно загореться при контакте с воздухом, а если опустить их в воду, даже взорваться. Белых медведей практически невозможно обнаружить с помощью тепловизора. Тепловизоры способны определять объект по теплу, который он излучает, а белые медведи являются экспертами в сохранении тепла. Благодаря толстому слою подкожного жира и теплой шубе медведи способны переносить даже самые холодные дни в Арктике. 6 июля 1936 года на главной площади страны состоялся небывалый по размаху физкультурный парад. Венцом праздника стал футбольный матч, состоявшийся прямо перед Мавсолеем Ленина. Главными зрителями игры были руководители партий и правительства во главе со Сталином. Не недостаток физической активности, не болезни, а систематическое переедание является причиной 99% ожирения. В январе 2024 года в Японии в возрасте 100 лет умер создатель караоке Шаге Ичи Нагиши. В 1967 году японец выпустил первый в мире караоке-автомат Sparkbox. Совсем скоро он покинул бизнес и не запатентовал свое изобретение. Нельзя употреблять печень полярного медведя, потому что в печени белого медведя содержится большое количество витамина А. Употребление такого количества за один раз вызовет гипервитаминоз и может привести к смерти. 400 миллионов лет назад деревья не были биоразлагаемыми, то есть их не утилизировали микроорганизмы. Предполагается, что бактерии и грибы в каменно-угольный период еще не имели необходимых ферментов для усвоения лигнина, входящего в состав древесины. Поэтому древесина окаменевала, минуя стадию гниения. Благодаря этому на Земле появился каменный уголь, который в наше время широко используется в качестве топлива. Первая цифровая камера была изобретена в 1975 году инженером Стивеном Сассаном в компании Eastman Kodg в Рочестере, штат Нью-Йорк. Его творение весило 3,6 килограмма, имело разрешение 0,01 мегапикселя, а сохранение черно-белого изображения на магнитную пленку занимало 23 секунды. Интересный факт. Нотариус Байджи, Джей-Зи, Демейкс и Бастер Райм сходили в одну и ту же школу одновременно. Старейшим национальным гимном без текста считается гимн Испании. Он был создан в 1761 году, а его автором является Мануэль де Эспинос де Лос-Монтерос. Другими странами, которые в настоящее время имеют бессловесные гимны, являются Сан-Марина, Босния и Герцеговина. Было предпринято много попыток ввести текст во все государственные гимны, но безрезультатно отсутствие слов в гимне последних двух связано с необходимостью избегать предпочтения одной этнической группы перед любой другой. В ядре нашей планеты, по оценкам ученых, находится 99% всего золота, поскольку в процессе формирования коры тяжелые элементы опускались ближе к центру Земли. Его настолько много, что этого количества хватит, чтобы покрыть всю поверхность Земли ровным слоем этого металла. В 1950 году американский математик по имени Клод Шеннон опубликовал в журнале статью «Как запрограммировать компьютеры для игры в шахматы». В этой статье он подсчитал, что количество комбинаций в шахматах будет равно 10 в 120 степени. Это на самом деле превосходит количество атомов в известной вселенной, которая оценивается от 10 в 78 степени до 10 в 82 степени атомов. Это огромное число. Элвис Пресли был натуральным блондином, но перекрасил волосы в черный цвет после фильма «Люби меня нежно». По некоторым данным, он сделал это из-за подражания своим любимым певцам Марио Ланса и Дину Мартину. Согласно исследованию британских ученых, 11 апреля 1954 года считается самым скучным днем в истории 20 века. Этот день не был отмечен никакими важными историческими событиями, за исключением парламентских выборов в Бельгии. 27 мая 1983 года из деревянной лестницы дома, принадлежащему господину Юстону из Притвелла, выползла Златка, которая провела там 47 лет в состоянии личинки. Усы самца превышают длину тела в 4 раза. Статистика показывает, что сиденье ближе к хвосту судна несколько безопаснее, чем в передней части. Слово «ресторан» в русском языке появилось благодаря французскому «ресторант», но распространение получило лишь в XIX веке. Первые заведения, открытые после Отечественной войны 1812 года, имели вывеску на французском языке. Посетители в них угощали французскими блюдами и винами, потом на вывеске иностранный аналог заменили «реставрацией» или «ресторацией», а позднее хорошо знакомым нам «рестораном». В 2024 году крупнейший завод «Кока-кола» в Латинской Америке затопило. На момент написания текста работники более двух недель, как освобождены от работы на неопределенный срок. Язык тигра настолько шершавый, что если тигр лизнет вам руку, то ничего с вами не произойдет. Научное сообщество давно доказало, что золотые рыбки, которым часто приписывают короткую память, имеют более длительные воспоминания, охватывающие недели, месяцы и даже годы. Об этом ученым известно еще с 50-х годов. Вплоть до 2008 года на Кубе были ограничения на продажу и использование некоторых бытовых электроприборов. Это было вызвано экономическими обстоятельствами и дефицитом энергоресурсов на самом острове. 4 августа считается днем рождения шампанского. Дата эта связана с именем монаха Париньона, который 4 августа 1668 года представил удивленные братья золотистый пенищийся напиток, который пришелся дегустатором по вкусу, а в дальнейшем завоевал сердца по всему миру. Солои. Ученик и компаньон Леонардо да Винчи нарисовал одну из известных интерпретаций обнаженной Монолизы под названием Монованна. В 1959 году жителям Кубы было запрещено покупать новые автомобили, поэтому не удивляйтесь, если приехав сюда, вам будут встречаться лишь старые классические автомобили. И хотя закон был отменен, но в 2013 году приобрести новый автомобиль от этого не стало проще. Все автомобили здесь необычайно дорогие, и зачастую их стоимость завышена в 4 раза. 7 марта 1876 года Александр Белл получил авторское свидетельство за номером 174465 на свой телефон. Телефон состоял из деревянной подставки, слуховой трубки, резервуара с кислотой и медных проводов. Через три дня, 10 марта 1876 года, Александр Грэхам Белл успешно осуществил первую двунаправленную передачу «Ясной речи». Первые слова, когда-либо произнесенные по телефонной линии, которые произнес Белл, мистер Уотсон. «Идите сюда, я хочу вас видеть». Белл произнес историческую фразу непроизвольно, соединяя контакты жидких батарей. Он нечаянно продлил кислоту себе на брюки и позвал к себе своего помощника Томаса Уотсона. А 25 июня 1876 года Белл впервые продемонстрировал свой телефон на первой всемирной электротехнической выставке в Филадельфии. Белые капельки крема на пирожном картошка символизируют ростки. Пол Брюс Диккенсен, британский рок-музыкант, фронтмен группы Ирон Майден. Ничем не примечательная личность, не считая того, что десятки миллионов людей по всему миру считают его лучшим вокалистом, внес определенный вклад в развитие авиации. Пилот является генеральным директором авиакомпании «Остраевс». Слоны умеют плавать. Они не только плавают, но и ныряют, могут находиться под водой достаточно долго. В воде слоны чувствуют себя комфортно, несмотря на свое большое, массивное тело. Впервые заговорили о Капоэйре в 18 веке, когда в Южную Америку португальцы стали привозить рабов из Африки. Бразильские рабовладельцы жестоко с ними обращались, из-за чего некоторые из них бежали в сельву и селились в вольном городе. Считается, что субкультурные течения этих городов, на которые повлияли африканские рабы и стали основой бразильской Капоэйры, изначально в танце не было боевого подтекстом. Вагоны третьего класса на первых российских железных дорогах были открытыми и назывались шарабанами. Они имели стенки до половины высоты кузова. В них на каждой жесткой скамейке размещалось по 6 человек. Отделение рассчитывалось на 12 человек. Откуда произошло слово «ерунда»? Слово пришло в русский язык из латинского в 19 веке. Сначала известна была и популярна словоформа «герунда». Затем первая буква отпала и получилось современное слово «ерунда». Необходимо отметить, что в русском языке присутствует также и слово «герундий», которое называют одну из грамматических форм. Производные – «ерундовый», «ерундить», «ерундистика». Билл Мюррей озвучил Гарфилда, потому что он смущенно думал, что сценаристом был кто-то другой. Есть Джоэл Коэн, успешный сценарист, и Джоэл Коэн гораздо менее известны. В английском написании их имена отличаются лишь на одну букву. Мюррей же быстренько подписал контракт и уже предвкушал работу с лучшим. Какое же рассчитывание его ждало, когда он пришел в студию? Но деваться было уже некуда. Изначально шпиль Empire State Building был задуман как мачта для дирижаблей. Знаменитый 102-этажный небоскреб, расположенный на острове Манхэттен, является самым высоким зданием в Нью-Йорке. Он используется как бизнес-центр, но во время строительства город планировал получить с него дополнительную пользу. Над романом Лолита Владимир Набоков работал в течение пяти лет с конца 1940-х годов. Фраза «из него песок сыплется» появилась благодаря моде 16-го столетия. В ту эпоху в среде высшей знати было очень модно с помощью одежды подчеркнуть свое высокое происхождение, богатство и физическое превосходство перед другими. Модные изыски. Особенно сильно этим грешила мужская мода. Средневековые господа наряжались в шелка и бархат, украшали свои камзолы и плащи с золотой вышивкой, перьями, драгоценными камнями. Португалия. Единственная страна Европы, чьи границы не менялись с 1139 года. Природный асфальт представляет собой разновидность битумов, минеральных смол, образовавшихся в результате химических и физических процессов в верхних частях земной коры и на ее поверхности. У адского вампира голубая кровь, а для защиты от обнаружения адский вампир испускает собственное голубоватое свечение. Свет размывает контур животного, маскируя его от взгляда снизу. Живое существо, которое ежегодно убивает больше всего людей, это не змеи, акулы или другие люди, а всего лишь комары. The Sun City Poms, так называется группа поддержки в Аризоне, в которую могут вступить только люди старше 55 лет. Минутка английского языка. Выражение «What an international?» – еще один способ сказать «Какого че там?». На самом деле бензопилы были изобретены для оказания помощи при родах. В Японии есть остров Акуносима, населенный лишь дружественными кроликами. Кстати, на нем даже можно побывать. В США больше публичных библиотек, чем ресторанов Макдональдс. Последней буквой появившейся в английском алфавите была не Z, а J. В 1518 году французский город Страсбург захватила танцующая чума. До изобретения цветного телевизора 75% людей говорили, что видели черно-белые сны. Сегодня их число сократилось до 12%. Фекалии вамботов имеют форму кубиков. Британской королевской семье запрещено играть в монополию. Попкорн не всегда был любимой закуской для похода в кино. Фактически, до Великой депрессии попкорн в кинотеатрах был запрещен. Банка Mountain View может растворить мышь. Одно время планету Уран называли Джордж. Когда вы смотрите на яркое небо и видите белые точки, вы смотрите на свою кровь. Это белые кровяные тельца. В Исландии есть специалист по эльфам, который может осматривать площадки перед строительством, чтобы убедиться, что там нет маленьких человечков. В 1920-х годах женщины в нескольких городах США организовали антифлирт-клубы, чтобы защищать молодых девушек, получивших нежелательное внимание со стороны мужчин. Существуют не только строчные буквы, но и цифры. Называются они минускульные цифры. Батлоуд, что переводится как «куча» или «дофига», это реальная мера веса. Кости динозавров, выставленные в палеонтологических музеях мира, это на самом деле не кости. Строго говоря, это камни, так как костная ткань разрушилась миллионы лет назад, оставив после себя органические осады. Под влиянием химических процессов этот костный осадок с годами превратился в камень в форме костей. Жидкость, которая вытекает из сырого мяса, это не кровь. Она состоит главным образом из воды, а красноватый оттенок ему придает наличие белка миоглобина. 4% песка на пляже в Нормандии состоит из обломков, полученных в результате операции «Нептун» во время Второй мировой войны. Если человек высказывает свое мнение по темам, о которых он ничего не знает и даже не слышал, его называют «Ультра-Кребедарцем». Канадцы так часто просят прощения, что в 2009 году в Канаде был принят закон об извинениях, согласно которому извинения не могут быть использованы в качестве доказательства признания вины. Большинство американских кинозлодеев говорят с британским акцентом, потому что зрители ассоциируют его с высоким интеллектом и низкой моралью. В Санкт-Петербурге, в Эрмитаже, так много кошек, что при музее работает пресс-секретарь по кошкам. Морган Робертсон в своем романе «Тщетность» 1898 года предсказал гибель Титаника за 13 лет до постройки непотопляемого лайнера. В Польше есть город, где все украшено росписью в виде цветов. Называется он «Залипье». Существуют деревья, на которых растет несколько видов фруктов. Их называют фруктовыми салатами. Первоначально футболки продавались неженатым мужчинам, которые не знали, как самим пришивать пуговицы к рубашкам с воротником. До 1800-х годов у людей был первый и второй сон. Обычно они спали 3-4 часа. Просыпались на пару часов, чтобы заняться каким-нибудь делом. Затем возвращались ко сну и спали уже до утра. У коров есть лучшие друзья, при разлуке с которыми они испытывают стресс. Настоящее имя Шеги из Скуби-Ду – Норвел Роджерс. Каждый год 5 августа вездеход Mars Curiosity поет себе песню «С днем рождения». В Японии существуют специальные туннели для черепашек, которые призваны спасать животных от гибели во время перехода через железную дорогу. Некоторые змеи могут плеваться огнем. Это плюющиеся кобры – африканские, азиатские и ошейниковые. С формальной точки зрения их метод введения огня плевком не является. Яд под давлением, как и шприца, извергается из клыков змеи. Добавив импульс посредством молниеносного движения мышцами головы и шеи, кобры могут выстрелить от травы с впечатляющей точностью на расстоянии до 2,5 метров. Ногти растут быстрее, когда вам холодно. Тогда как скорость обычного кашля составляет около 95 км в час, скорость чихания часто превышает 170 км в час. В настоящий момент вороны переживают свой собственный каменный век. Они умеют создавать усовершенствованные инструменты. В Антарктиде пахнет экскрементами пингвинов. Наш мозг не дает нам почувствовать, как наши органы двигаются внутри нас. Среднее количество скелетов в организме больше одного, благодаря беременным женщинам. Некоторые рыбы могут кашлять. Улитки спят дольше всех. Некоторые из них могут проспать до трех лет. Так как существует четыре стадии круговорота воды – испарение, конденсация, осадки и сбор, то вода, выпавшая в виде дождя сегодня, могла быть дождем за несколько дней, недель, месяцев или лет до этого. Банкнота в 100 тысяч долларов образца 1934 года является самой крупной выпущенной банкнотой. Она не получила широкого распространения и использовалась для различных операций между банками. Запах кожи, который исходит от кожаных изделий. Это запах ароматизаторов. Настоящая выделанная кожа ничем не пахнет. Общее натяжение всех струн настроенного пианино составляет 7 тонн. Китайская гора Цзянькунчжо, которая стала прототипом некоторых ландшафтов в фильме Джеймса Кэмерона «Аватар», была переименована местными властями и с тех пор носит имя «Аллилуйя Аватар». А если вам понравилось видео, поставьте большой палец вверх и напишите обязательно комментарий. Если у этого видео будет высокая активность, новая выйдет гораздо быстрее. Не забывайте, что на канале есть множество интересных работ на совершенно разные темы, которые сделаны с любовью к зрителям. Мне было приятно делать это видео для вас. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok